Национальная служба новостей представляет. Авторские новости. Добрый вечер. С вами губернатор Тульской области Владимир Груздев. Сегодня мой выпуск авторских новостей от НСН. Я представлю вам свою информационную картинку дня. Президент Российской Федерации Владимир Путин приравнял к экстремизму призывы к свержению существующего строя. В то же время Владимир Путин призвал отличать противодействие экстремизму и борьбу с инакомыслием и напомнил, что граждане России вправе иметь свое мнение, высказывать его и быть в оппозиции. Я согласен полностью с Владимиром Путином. Считаю, что любые политические процессы должны происходить только в соответствии с тем действующим законодательством, которое принято на сегодняшний день в России. И у нас большое количество партий, свыше 70. И эти партии должны иметь возможность политической борьбы. Ну, а дальше все зависит от того, как они работают с нашими жителями, избирателями. Россиянам придется давать клятву при получении паспорта. Коммунистическая партия Российской Федерации готовит проект закона, который обяжет давать клятву гражданина России при первичном получении паспорта. Я, как человек военный, человек, дававший присягу своей родине, своему государству, считаю, что это правильная инициатива. В правительстве Тульской области любой член правительства области, который приступает к исполнению своих обязанностей, произносит клятву. Уверен, что прививка патриотизма, которую предлагает наша коммунистическая партия, не будет излишним. И каждый гражданин, каждый молодой человек при получении паспорта в 14 лет, он еще раз вспомнит о том, где он живет, какую страну он представляет, и то, что ему посчастливилось родиться на территории России. Авторские новости. Президент Сербии отказался вводить санкции против России. Можно только поприветствовать позицию президента Сербии. Уверен, что даже небольшие государства имеют право на суверенитет. И отстаивая свой суверенитет, государства могут принимать те решения, которые выгодны для их национального государства, даже если это идет в противоречии с международными соглашениями. Авторские новости. Экс-министр финансов России Алексей Кудрин предложил пути выхода России из экономического кризиса. По его мнению, нужно в первую очередь сделать систему госуправления эффективной и значительно улучшить систему доверия между властями, бизнесом и гражданами страны. Можно только приветствовать инициативы Алексея Леонидовича. Действительно, формирование эффективного государственного и муниципального аппарата – это очень амбициозная, важная задача. Я этой задачей занимаюсь уже более 3,5 лет. И хочу сказать, что диалог между жителями, всеми уровнями власти, наиболее, может быть, активной частью жителей – это нашими предпринимателями, этот контакт нужно иметь постоянно. Когда мы имеем этот контакт, то и муниципальное, и государственное управление происходит гораздо эффективнее. Хочу сказать, что на территории Тульской области мы все социально значимые законы, которые принимаются правительством Тульской области и Тульской областной думой, мы прежде чем эти законы принимать, мы стараемся их обсуждать с нашими жителями, собирать мнения и на эти мнения реагировать. Авторские новости. Таким этот день запомнился мне. Солнечный, морозный, ноябрьский день. С вами был губернатор Тульской области Владимир Груздев. До доброй встречи. Национальная служба новостей.